Здравствуйте! На канале АТВ Центр время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Как будем жить в следующем году? На публичных слушаниях в районной администрации обсуждали бюджет муниципального образования на 2015 год. Отмечать лучших из лучших стало традицией. 10 школьников вошли в число стипендиатов главы района и теперь ежемесячно будут получать по 400 рублей. Сегодня 12 ноября, Синичкин день. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей. И обо всем подробнее. Бюджет района – основной финансовый документ, по которому муниципальному образованию жить и работать в течение следующего года. И прежде чем его утвердить, проект бюджета публикуют в прессе, а затем обсуждают на публичных слушаниях. Без этого не обойтись, поскольку таково требование федерального закона. Как это было в материале Сергея Луцева. В соответствии с установленным порядком, перед вынесением проекта бюджета Ахтубинского района на очередной год для обсуждения и утверждения депутатами Совета, необходимо провести публичные слушания данного проекта, которые состояли 7 ноября в актовом зале здания администрации. На публичных слушаниях присутствовали депутаты районного совета, работники администрации, представители общественных организаций, корреспонденты средств массовой информации. Докладчиком по проекту бюджета на 2015 год выступил Анталия Кожухина, начальник финансового управления администрации района. В проекте бюджета на очередной год были подробно рассоединены основные направления налоговой политики, условия увеличения налоговых поступлений, роста налогооблагаемой базы, перечисленные меры по контролю и своевременности перечислений в бюджет. Подробно освещены формирование доходной части бюджета и расходов в 2015 году. По окончанию доклада на вопросы депутата Дмитрия Литвинова Алексея Фурика, на каком уровне остался бюджет следующего года, будем ли мы развиваться, что нас может ожидать, как обстоят вопросы по передаче полномочий от муниципалитетов, Наталья Кожухина ответила откровенно и прямо. Остаемся вроде бы как на уровне этого года, но в связи с тем, что расходные обязательства на исполнение полномочий растут, то и получается вот это перетекание средств на необходимость именно выполнения данных расходных обязательств. Поэтому можно так сказать, что на сегодняшний день доходная база бюджета остается на уровне 2014 года. Ну понятно, что денег, конечно, никогда не хватает, но видно, что почти в сто раз это получается сумма отклонений. Поэтому вот мы будем рассматривать на депутатских комиссиях, при формировании бюджета, какие будут приоритеты по передаче полномочий, как они будут осуществляться поэтапно, в рамках каких-то программ. Ну что на сегодняшний момент вопрос еще финансово сложный. Поступали вопросы от депутатов в предложениях по улучшению здравоохранения об устройстве объектов культуры в Тубинской типографии. Нельзя выпускать такую большую сферу, как здравоохранение и свои сферы влияния. У нас вообще, когда у нас была предвыборная кампания, народ говорит о том, что стал жить хуже, а в среднем населении хуже, в школах вообще нет кабинетов сейчас, и прививки в детской больнице, и так далее, и так далее. То есть заботы о детстве, о будущем поколении фактически нет. Поэтому народ требовал, чтобы вообще привести здравоохранение опять под контроль нашего автористского района. Докладчик соглашалась с выступающим, приводила положительные примеры, когда вопросы здравоохранения решались гораздо лучше. По вопросу здравоохранения еще раз вам объяснила, что эта федерация все планирует как-то изменить ситуацию. Хочу сказать, что сколько бы не было у нас премий с нашими учреждениями здравоохранения в то время, когда они были на нашем бюджете, и как бы там не было, всегда находили общие методы решения каких-то проблем, и было лучше. Представитель Совета депутата Ахтубинской районы Сирий Новак остановился на вопросе недостатка времени для населения по достаточно подробному обсуждению проекта бюджета. Наталья Кожукина согласилась с замечаниями и пояснила. Данное проведение публичных слушаний именно, может быть, только короткий срок, связанное с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний до вынесения проекта бюджета в Совет. Совет мы должны вынести до 15 ноября, то есть это следующая суббота. Получается, у нас сроки тоже были ограничены. Мы, конечно же, учтем ваши пожелания, предложения на следующий год. В заключении публичных слушаний докладчик зачитал обращение представителя районного совета с конкретными предложениями в проект бюджета о подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Нашу предложение в раздел 3 памятника мемориального мероприятия муниципальной цельной программы подготовки проведения празднования 70-летия «Газовщина и победы в Великой Отечественной войне» в 1941-1945 годах и в проект бюджета муниципального образования Ахтубинский район на 2015 год. Прошу вас предусмотреть в вышеуказанном разделе, в соответствующем разделе проекта бюджета на 2015 год, выделение денежных средств в размере 1,5 млн. рублей, в части софинансирования с муниципальным образованием города, В случае принятия данного предложения в городе будет установлен мемориал «Вечный огонь» и 8 бюстов героев Советского Союза и кавалерам орденом славы на площади победы в городе Ахтубинске. На очередном пленарном заседании Думы Астраханской области депутаты рассмотрели более 30 пунктов повестки дня, среди которых значился и вопрос об обязательном медицинском страховании и состоянии медицинского обслуживания на территории области. На заседании были пересмотрены основные параметры бюджета областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год. В частности, расходы возросли на 11 млн. рублей. Увеличен и подушевой норматив на оказание медицинской помощи. 7 785 рублей на застрахованного. Дискуссию вызвал вопрос о планируемом снижении объема финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в будущем году. В средствах массовой информации обсуждался вопрос вероятного переноса. Из средств федерального фонда в бюджет порядка 140 млн. рублей. Может уменьшиться инфинансирование региональной программы обязательного медицинского страхования. Были также затронуты вопросы повышения тарифов на платные медицинские услуги и планируемое сокращение коек в лечебных учреждениях. Безусловно, модернизация здравоохранения позволила нам обеспечить наше астраханское здравоохранение многими факторами, которые влияют на эффективность лечения. Это и оборудование, и определенные медикаменты, и технологии. Руководитель фонда цех выступал и говорил о неком неэффективном расходовании средств за здравоохранение, что, по его мнению, влечет сокращение медперсонала и сокращение коечных фондов. Ну, мне кажется, здесь депутаты должны серьезно разобраться с этим вопросом, потому что наши телезрители смотрят и центральные каналы, и эта ситуация, к сожалению, складывается на территории всей России. Черту в обсуждении подвела депутат Татьяна Максимова. Она предложила провести следующий правительственный час по здравоохранению. У парламентариев накопилось немало вопросов по этой теме. Ежегодно лучшие школьники, учащиеся выпускных классов, становятся стипендиатами главы района. 11 октября Виктор Ведищев поздравил ребят, вошедших в десятку лучших в этом учебном сезоне. В адрес стипендиатов и их родителей прозвучало немало добрых слов и искренних пожеланий. По уже сложившейся традиции награду получили 10 учеников, которые в течение всего года показывали превосходные результаты в учебной деятельности. Помимо отличных оценок, основным критерием для получения стипендии являлась победа, либо занятые призовые места на муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Очень трудно было отбирать этих детей, их более 20. Это дети, которые идут и учатся на круглой пятерке. Мы поменяли форму проведения этого мероприятия и вручили вам, ребята, сертификаты. Этот документ вам нужен будет при поступлении в высшие учебные заведения. Этот документ вы храните, это ваше портфолио, и этот документ даст вам дополнительные баллы при вступительных испытаниях в высшие учебные заведения. Для многих стипендиатов эта награда не является единственным поощрением их успехов. Свой талант и трудолюбие они успели проявить в различных областях. Это и победы в творческих конкурсах, и спортивные достижения. Стремление быть первыми. Если не во всем, то во многом. Вот что отличает этих молодых людей от их сверстников. Вот что помогает им добиваться высоких результатов. У меня уже получалось стипендию от художественной школы. Я участвовала в конкурсах, отправляла свои рисунки на конкурсы. То есть занимала места на всероссийских конкурсах, на международном. На протяжении 11 лет я стараюсь учиться на отлично и занимаюсь спортом. Ну вот в школе участвую в Зарнице. Помимо школы я хожу на другие секции, такие как вождение, стрельба, ну тоже в принципе спорт. И участвую в них, получаю грамоты. Потом у нас собирают эти грамоты и выдвигают на какие-то стипендии, поощрения. В 2014 зиму я была учеником года, в Ахтубинском районе победила. Ну не знаю, какие усилия нужно прилагать. Нужно просто заниматься тем, что нравится и додавать то, что себя. Это самое простое и самое сложное одновременно. Но будет первым всем нереально, но к делу нужно стремиться. В течение всего года на личную банковскую карту или сберегательную книжку ребята будут получать ежемесячно 400 рублей. Это символическое поощрение их успехов. Родителям же стипендиатов глава Ахтубинского района лично вручил благодарственные письма. Пока это только еще, скажем так, первые шаги, пока им учителя передали знания, и они их успешно получают. Осталось еще много сделать чего. Им надо поступить, получить профессию. Ну и самое главное, наверное, самое сложное – это реализовать или использовать те знания, которые ими будут получены, в школе получены, в институтах, и применить их в жизни. В этот день также были награждены дипломами и победители муниципального конкурса на лучшего спортсмена. Некоторые из этих ребят – потенциальные стипендиаты денежной премии губернатора Астраханской области. По инициативе президента России в ближайшие годы в стране будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. К реализации этого проекта в Ахтубинском районе подключились работники культуры. Они готовы не только выявлять способных ребят, но и развивать творческое начало у всех желающих. Этому способствуют мастер-классы и концертные программы, с которыми культбригады выезжают в села района. Во многих селах района – в школах Успенки, Новониколаевки, Копьяре, Болхунах, Пологом Займище, под началом Центра народной культуры и детской школы искусств имени Балакирева – открыты музыкальные классы, изобразительного искусства, хореографические, театральные студии, а в Золотухе этого нет. Хотя школа – одна из лучших в районе по успеваемости, физической подготовке, военно-патриотическому воспитанию. На прошедшей неделе в гостях у них побывали ученики и преподаватели филиала «Заречья» детской школы искусств. Преподаватель Татьяна Александровна Гордеева продемонстрировала ученикам игру на аккордеоне. Зал был в восторге. Конечно, ученики музыкальной школы тоже показали, на что способны. Елисей Макс играл на аккордеоне, Ильяна Саидова на гитаре. И девятилетний Илья Пальшинцев удивил публику. Ребятам понравилось, как мы все играли. Я думаю, что им понравилось самое последнее. Кто-то играл сейчас. Я играл русскую песню и парад. Встреча проходила в актовом зале школы. Все ученики пришли послушать живую музыку. У многих в этот день появилось желание научиться играть на музыкальных инструментах. Нам очень понравилось выступление. Больше всего понравилось на аккордеоне. И на гитаре. Так как, ну, слушать живой звук, это намного приятнее, чем, ну, допустим, по телевизору или еще где-либо. Понравилось очень, как они играют. Народные инструменты очень хорошие. Неплохо было поступить куда-нибудь, вот, где играет именно на гитаре или еще куда-нибудь. Понравилось, как мальчик играл на аккордеоне и учитель его. Хочу научиться играть на гитаре. На занятие было отведено час времени, но золотухинские ребята не отпускали гостей. Просили сыграть им что-нибудь еще и еще. После этой поездки у директора детской школы искусств Татьяны Травенко появилась новая задача. С Нового года по просьбе учеников и учителей села Золотуха организовать в их школе музыкальный класс. Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. Жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече зимних гостей – птиц, остающихся на зимовку в наших краях. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и синичкины лакомства – несоленое сало, не жареные семечки тыквы, подсолнуха или арахиса. Делают это и развешивают кормушки. В школе номер 4, где сегодня побывала наша съемочная группа, помогать пернатым друзьям стало уже традицией. В нашей школе уже стало традицией проводить праздник «Покормите птиц зимой». И в этом году мы его приурочили к Дню Синичек. Вчера наши детки прошли по классам и объявили эту акцию. И с этого дня уже начинаем делать кормушки. И в скором будущем, мы это запланировали на 22 ноября, мы развесим кормушки и сделаем угощение птицам. А затем на протяжении всей зимы детки распределяются, кто будет кормить птичек. Они очень тщательно следят за этим и насыпают иногда намного больше, чем они съедают. Но всегда проверяют, что все кормушки были с кормом. Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичкина. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В школе номер 4 и нравственному, и экологическому воспитанию ребят уделяется большое внимание. Школьникам нравится подкармливать пернатых, о которых они многое знают из уроков биологии. Из уроков биологии мы знаем то, что у птиц очень высокая температура тела, и поэтому их пища очень быстро переваривается. Именно для этого мы кормим птиц, чтобы они не погибли во время зимы, когда пищи нет. Я считаю, что нужно птичек всегда кормить в холодное время, потому что зимой выпадает снег, и птички уже не могут на земле находить себе пищу. И мы обязательно всегда с папой дома делаем из каких-нибудь коробок кормушки. Туда каждый день кладем какие-нибудь зернышки, хлебушек, и так мы помогаем птичкам не пропасть зимой. Птицы очень полезны тем, что они избавляют деревья и растения от вредных насекомых. Наши предки замечали, если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит вот-вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам. Если синица свистит, быть ясному дню, если пищит, быть ночному морозу. Собирается много синиц на кормушках, к метели и снегопаду. И в заключении нашего выпуска новости спорта о результатах турнира по самбо, посвященного дню сотрудников Министерства внутренних дел, в репортаже Ксении Дюпиной. 9 ноября в спортивном комплексе войсковой части 15650 состоялся традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения. В соревнованиях приняли участие ахтубинские спортсмены и гости из города Знамецк. Среди юношей было введено разделение на 9 весовых категорий, в каждой из которых предстояло выявить победителей. Для девушек же категория была одна. Я своих соперников уже знаю всех в лицо, и некоторые из них сильные, некоторые слабые. Понравился вид спорта, красивый очень. Взять. Ну, во-первых, самооборона, то есть это главное. А так очень красиво все, то есть когда борешься, ну классно. И хотя нынешний турнир по самбо кровавым зрелищем не назовешь, страсти на ковре порой разгорались нешуточные. Чем ярче был поединок, тем больше волнений возникало в зале. Тренер с напряжением следил за ходом боя. Болели товарищи по секции, переживали и поддерживали родители. У меня занимается сын, уже 5 лет занимается, гусей на фраме. Переживаю, очень сильно переживаю, конечно, из-за него, из-за себя, чтобы победил. В итоге турнира места распределились следующим образом. Зубарев Илья первенствовал в весовой категории до 30 килограмм. Далее по категориям первые места заняли Каськов Богдан, Молдогалиев Реваль, Шерстяков Иван, Козеев Аман, Панжев Сергей, Чепанов Арсен, Макухин Владислав. А в тяжелой категории победу одержал Червоненко Евгений. Первое место среди девушек заняла Алена Песня. После церемонии награждения призеры поделились с нами своими секретами ведения боя, а также коснулись и планов на будущее. Первое – надо побороть свой страх при виде соперника. Неважно, большой он или маленький, просто выходить и все. Уметь делать бруски, там хорошо бороться. Занимаюсь садикой 6 лет. Спортивная карьера, хочу быть тренером или спортсменом. В воскресенье победители нынешнего турнира ждут следующие соревнования. На этот раз ребятам предстоит побороться за первые места в городе Астрахань, где в рамках празднования Всероссийского дня самбо состоится турнир, посвященный 76-летию этого вида спорта. На сегодня это все новости. А завтра на нашем канале в прямом эфире разговор пойдет о вопросах трудоустройства на территории города и района. На вопросы телезрителей будут отвечать сотрудники Центра занятости населения. Вопросы можно задавать по телефону 3-62-75. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.